Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити! Буквально вчера я заснял видео по поводу методики установления последовательности событий и уже закончив записывать его, скомпоновав видео, я с удивлением обнаружил, что мне в голову пришло несколько случаев выполнения этой методики больными с различными мозологиями. Не буду говорить о всех, в большинстве случаев люди выполняют это задание стандартным образом, Олига тоже стандартна, а вот у меня всплыл в памяти случай выполнения этой методики больным шизофренией. Обратите внимание, и этот случай связан исключительно с самой простой, казалось бы, элементарной первой серией этой методики, а именно серии цыплята. Она состоит из трех карточек, и однажды мне больной с шизофренией под точкой с установленным диагнозом исключил следующим образом. Понятно, что цыплята, вот они идут, значит, соответственно, и, соответственно, есть проблема. Выходит ли вот этот, будет ли вот эта карточка или второй, или же будет вот эта карточка второй. То есть выбор между этими и этими двумя вариантами. Здесь цыпленок заходит, еще один, и курица уже дальше как бы уходит, уже вот ее тут хвост виден. Так вот, сначала эта карточка идет или вот эта. То есть тут можно, не принципиально, но можно диагностировать, спорить, там дискутировать с испытуемым. Самое интересное то, что случай с больным шизофренией заключался следующим образом. Я до этого случая никогда не обращал на это внимание. Всегда выполнение каких-то вот таких заданий с больным шизофренией связано с какими-то неожиданностями в оценках, высказываниях по любой методике, будь то классификация предметов, исключение предметов, неважно. Однажды мне больной, реальный человек, достаточно относительно молодой, разложил эти карточки не по принципу того, что здесь происходит в ситуации, а по цвету этой карточки. То есть определяющим, я подчеркну этот момент, определяющим для него, давайте вот я их так в рядок выложу, чтобы вам было лучше видно, определяющим для него явился цвет. И как вы думаете, цвет чего? Все очень просто. Это реальный случай, цвет неба. Вот он мне разложил эти карточки не по содержанию, а сказал, что вот здесь утреннее небо, здесь небо, я уже не помню, не буду врать, как это было конкретно, но это утро, это день, это вечер. И действительно, аутентичные точные карточки, если внимательно присмотреться, они отличаются. И в этом и заключается суть этой методики. Здесь небо более светлое, здесь более темное, а здесь совсем темное небо. Соответственно, это утро, день, вечер. Пациент разложил эти карточки подобным образом, то есть он сначала выбрал утреннее время, когда вот цыплятки уже вышли из, эта карточка для него была главной, определяющей первой. А вот здесь уже день, здесь для него был глубокий вечер. А логичность рассуждений, внимание на, опять же подчеркну, это определяющим является, на слабом признаке, то есть человеку важнее время дня оказалось в этой ситуации, нежели конкретное содержание ситуации, конкретное содержание изображенных на стимульном материале курицы, цыплят, бабочки и так далее, и так далее, и так далее. Был случай, и я вот уже не помню, как это было в конкретике, но определяющим стал для человека тоже удивительно, это реальный конкретный пример, бабочка. Обратите внимание, здесь бабочки нет, здесь бабочка есть, здесь тоже она, но у нее по-другому немножко крылышки. Догадайтесь с первого раза, какой это был случай, тоже СЦХ, шизофрения. Соответственно, определяющим признаком стало не ситуация в целом, не содержание жизни, деятельности, там кого угодно, там цыплят, курицы и так далее, а именно малозначимые, несущественные признаки предметов. Бабочка есть, нет, тоже второй реальный случай. Небо, утро, день, вечер, бабочка, как она крылышками машет и так далее. Отличный стимульный материал, мы живем в мире причинно-следственных связей, стимул-реакция, отличный стимульный материал для оценки людей разных нозологий. Опытный, экспериментальный, качественный. Это качественная методика, оценка происходит неформализованно, никаких тут расчетов, ничего, а в простой беседе с испытуемым выявляются ужас, как какие интересные особенности его психики, а именно качество мыслительной деятельности, ассоциативного процесса. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!